Она, не зная христианского учения, пришла к нему через наблюдение за природой, за наблюдением, ознакомыми и красотой этого мира. И действительно, если есть время, то мы можем смотреть, и если так внимательно наблюдать, то мы можем увидеть, какая гармония во всем этом мироздании. Насколько удивительно, как животные, рождаясь, как курочка, курица несет яйцо, в нем жизнь уже есть. А еще удивительно, что курица несет яичко, даже без петуха. Удивительно, я до 30 лет дожил и не знал. Когда узнал, я удивлялся, зачем курице вести яйца. Зачем так Бог устроил? Какая другая птица? А Бог, вот эта птица, дал эту птицу в услужении людям, чтобы они от нее питались. Курица, каждый день у меня бурый, каждый день курицу несет. Я думаю, зачем такой расход таких вот организмов куриного. Но так вот Бог повелел. Удивительно, и там есть жизнь. И многое другое. Какие же, например, плоды земные. А зачем они такие сладкие и вкусные? Если бы это все было просто так, то можно было бы как одуванчики, знаете, все плоды сделать как одуванчики. Ветер донулся на развитие. А зачем они такие вкусные? Потому что Бог хотел питать людей. Да, это остатки рая. Все вот эти чудеса природы, эти остатки рая. Какая гармония закона физической. И то есть, если можно наблюдать, то мы можем увидеть, что это не просто так, а само собой так получилось. Вот. И даже сейчас, знаете, я читал давно от ученого, у нас был Хокинс, такой адреский ученый, он был, не знаю, насколько он был религиозный, но когда его спрашивали, он был физик, естество знаний, у него вот эти направления были. И когда его спрашивали, откуда взялся мир, а он прям библейскими словами говорит, мир возник из ничего. А он говорит, ну как это так, из ничего. А он говорит, ну так, ничего не было. Он говорит, ну что-то было до начала, знаете, вот эта точка сингулярности, из которой все образовалось, да, теория большого взрыва, она сейчас в приоритете в ученом мире до сих пор, да. Хотя ученые пытаются как-то другие теории мироздания представить, но они как-то все не укладываются в опыты и наблюдения. А вот теория большого взрыва, она очень укладывается в опыты и наблюдения, и в то же время она очень укладывается в библейские словами, да, в том, что мир Бог создал из ничего, мгновенно, да. Вот. И когда его спрашивали, это ученого, он говорит, как же так вот, ну что-то было до этой точки, да, взрыв был 14 миллиардов лет назад, да, 13,7 миллионов, да. Вот. А он говорит, не было ничего, вот, не было времени, не было пространства. Вот, вот, говорит, что может быть южнее Южного полюса, да, ничего не может быть. Вот все как бы берегианы там сходятся. Поэтому, говорит, и до этого момента не было ничего. Вот, то есть ученый мир тоже как бы приходит. И вы знаете, он сказал так, что научное сообщество сейчас очень близко подошло к признанию того, что мир возник не сам по себе, да. Они пока не могут сказать ученые о том, что мир возник, был сотворен, да, потому что они это доказать не могут. Но такие мысли у них очень сейчас часто можно и слышать, что мир возник не просто так. Настолько вот эти все физические законы, вот эти Кастанты, Постоянные, вот Бланка, да, вот эти все физические причины, настолько они точны. И если одно из них немножечко изменить, то вообще все мироздание посыпется, да. Вот, поэтому наблюдая за миром можно прийти к этому пониманию, но для этого нужно время. И вот это у нас как раз таки больше чего не хватает. Мы тоже с вами могли бы, наблюдая за природой, вот оставаясь в тишине, как-то немножечко подумать больше о своей душе, о Боге. Да, но посмотрите, вот когда во времена Святой Варвары не было столько внешних, внешних возможностей развлекаться. Вот, были, конечно, там театры, и там гуляторские всякие бои, и все это было. Но это нужно было куда-то идти, они были непостоянные. И у людей было очень много времени остаться самим собой. Не было ни ралли, ни телевизора, ни интернета, этого ничего не было. И люди оставались самим собой, и они больше размышляли о Боге. Почему у нас было много святых, особенно преподобных, которые жили в пустыне, где нет вообще ничего, да. И никаких вообще внешних развлечений. И они как бы сосредотачивались, и они в себе, в своей душе находили Бога. А сейчас, конечно, это делать сложнее, потому что, заметьте за собой, да. Вот у нас есть какая-то свободная минута, что мы делаем? Вот там телевизор включаем, да, в интернет залазим новости посмотреть. Одно, другое, третье. Мы практически никогда не остаемся на едине. Даже есть бабушки, у которых времени много. И вот они говорят, я там смотрю телевизор, даже не чтобы смотреть его что-то. Целый день невозможно его смотреть. А просто для Бога, чтобы что-то кто-то разговаривал. Ты иной раз что-то там услышишь интересное, раз придешь, посмотрим. Вот, то есть у нас очень мало возможностей остаться самим собой. Они иногда не боятся этой возможности. Вот, начинает к этому вечеру тишина, да, боятся тишины. Вот, эту тишину нужно обязательно чем-то напомнить, иначе как-то неуютно становится. А как раз в этой тишине можно помолиться. В этой тишине можно посмотреть свою душу. Вот какова она, как Бога. Да, как бы тишина, она заставляет подумать о вечности. А частенько людям, особенно мирским, это страшно. Они не хотят этого. Они от этого бегут. Постоянно нужно какое-то движение, какое-то впечатление, какие-то там музыка, не знаю, там информация какая-то постоянно поступающая. Вот, а может быть стоит остановиться немножечко. Вот почему постом мы стараемся от всего этого отказаться. Вот сейчас пост идет, да. Ну, хоть и не очень строгий, но все равно пост. Вот. Хотя бы там сказать, что ну не буду какие-то сериалы смотреть. А может быть почаще. Хотя вот просто в тишине посидишь. Посидишь в тишине, сразу мысли какие-то начинают тебя одолевать. И посмотри, а что это за мысли, а как они действуют, к чему они тебя ведут. А какая беседа внутренняя такая с самим собой. Вот помолиться в тишине, потому что молитва, она требует тишины и времени. Она не... Когда ты молишься, не нужно никуда спешить. Вот, когда ты спешишь, то молитва, она такая становится поверхностная. Вот. И когда у тебя раздражает кто-то тебя, да, какие-то шумы, какие-то телевизоры, тоже тяжело молиться. Вот поэтому нужно находить время, чтобы остаться в тишине, чтобы никуда не спешить и помолиться Богу. И тогда мы, знаете, будем тоже просвещаться, как и Варвара. Бог через эту тишину будет нам открывать какие-то свои тайны, свои какие-то мысли. Вот. Поэтому не ищите постоянно каких-то вот этих впечатлений. А вот особенно постом. Особенно постом. Не бойтесь этой тишины. Посмотрите, помолитесь, найдите время. Но это оставаться в ней. Вот. И Господь будет просвещать вас и разумлять через вот эту тишину и неспешность.